Добрый вечер, добро пожаловать на спецвыпуск, на аналитический выпуск шоу Такера Карлсона. Итак, все сфокусированы на осенних выборах, и не без причины, но может более важные выборы уже прошли. Прошли местные выборы, о которых вы, наверное, не слышали, так как никто не обращал внимания. На прошлой неделе республиканская партия забрала пять крупных левоориентированных школьных округов во Флориде. Это округа Майами Дэйт, Сарасота, Дюваль, Мартин, Клей. Майами Дэйт — крупнейший округ в стране, в нем более 300 тысяч учеников. И это серьезно повлияет как на образование, так и на будущее миллионов молодых людей. И это происходит не только во Флориде. Техасское школьное руководство, которое ранее в этом году стало республиканским, уже многое изменило. Они уже проголосовали за запрет расовой ненависти и идеологии гендерного культа в школах. Может, стоит задуматься? Скажем, в ноябре вы выдвигаетесь в Конгресс от республиканцев. Вам может быть интересно, как эти республиканцы выиграли на местном уровне. И это не из-за года красной волны, так как вообще-то пока это не похоже на год красной волны, несмотря на разговоры об этом. Пока что в других выборах, специальных выборах, республиканцы не особо успешны, на удивление. Например, в специальных выборах в 19-м избирательном округе Нью-Йорка демократ Пэт Райан победил республиканца Марка Малинара. Вы могли бы подумать, что в год красной волны должно быть наоборот. Это не особо левый округ. Этот округ был за Джо Байдена с перевесом в полтора пункта на последних выборах. Это не огромный перевес для демократов, но демократы все равно выиграли. Хотя цифры поддержки Джо Байдена существенно упали с тех пор. И это не в одном округе. Кандидаты-демократы по всей стране показывают лучшие результаты, чем Джо Байден в 2020-м, еще в трех других специальных выборах в палату. Выборы в Небраске, Миннесоте и 23-м округе Нью-Йорка. Итак, вопрос, почему? Как такое возможно? Что же у демпартии есть простое объяснение? Аборты! Все из-за абортов. Избиратели-демократы недовольны отменой Ро Ви Вейд, и они голосуют. Гораздо активнее. Но вообще-то нет никаких доказательств, подтверждающих, что это так. Зато есть доказательства, что виновата республиканская партия, отмежевывающаяся от своих избирателей и не агитирующая их голосовать. Райан Гердаски много над этим работал. Он управлял проектом Пакт 1776. На прошлой неделе он поддерживал одного из кандидатов в школьный округ. Гердаски недавно написал у себя, что республиканцы не особо успешны в этом году, так как явка в сельских округах была только 30%. 30% от того, что было в 2018, промежуточных того года. Тем временем города и пригороды, оплоты, демократов удвоили уровень явки. Итак, почему республиканцы побеждают в школьных округах во Флориде, но проигрывают в крупных выборах в сельских местностях, где должны были побеждать? Но ответ может быть в самих кандидатах и в том, что они говорят в этих округах. Например, в феврале Марк Малинара, тот, который проиграл выборы в Нью-Йорке, которые мог выиграть, сказал осветить здание офиса округа сине-желтыми цветами, и это не цвет округа, это цвета Украины. Точно, как будто избирателям есть дело. Вот месседж, который Малинара, как исполнительный директор округа Дачи с Нью-Йорк, послал избирателям. «Покипьте вместе с Украиной!» Точно. Все сочувствуют Украине, но разве это главная проблема? Нет. Это фарс. Этот же кандидат также посылал по всему северу Нью-Йорка имейлы для сбора средств, призывающие к агрессии против России. «Байден попустительствует Путину!» Писал Малинара. Да уж. Разве если говорить, как Линдси Грэм, это может сработать? Наши границы расистские, а украинские неприкосновенные. Не сработало. Вот что он сказал. Вопрос в том, можем ли мы делать больше, и должны ли мы делать больше. Ответ на оба — да. И о моих друзьях из Пентагона. Вы нам всем говорили, что эти военные действия продлятся 3-4 дня, что Киев падет. Что, ну, знаете, страна будет наводнена российскими войсками. Они ошиблись. Так что, откровенно говоря, я больше доверяю оценке президента Зеленского, что ему нужно в данный момент, чем любой другой оценки в мире. Итак, чтобы республиканцам было понятно, это был Линдси Грэм. Вы должны высмеивать Линдси Грэма и порицать Линдси Грэма. Вы не должны копировать Линдси Грэма и его слова. И если вы будете копировать Линдси Грэма и его слова, вы проиграете. И проигравший кандидат сделал именно это. А теперь сравните то, что они говорили, с тем, например, что говорил Джо Кент в штате Вашингтон, где он выиграл праймерис, как кандидат. Смотрите. Если представители так яро настроены по поводу того, как мы должны пойти и спасти украинцев и предоставить военную мощь для эскалации, то им нужно пойти в свои округа и сказать американскому народу, сказать их избирателям, о чем они их просят и каковы возможные последствия. Почему другие страны в первую очередь, почему мы защищаем их границы, а не нашу? Вот именно. Это не против украинцев. Все им сочувствуют. Но у американцев есть право беспокоиться о том, что творится в их стране, и ожидать, что их политики работают над этим. Так что если республиканцы будут в ноябре говорить то, что только что сказал Джо Кент, то они победят. Если они будут говорить о проблемах, которые беспокоят людей в нашей стране, проблемах с их жизнью, то победят. Так они победили в школьном округе во Флориде. Они говорили не об Украине. Они говорили о проблемах, важных для избирателей во Флориде, семья, безопасность, право родителей решать, чему учится ребенок в школе. Такой посыл, очевидно, выигрышный. Вот почему Глен Янкин стал губернатором Вирджинии. Мы будем ориентироваться на родителей, а не игнорировать их. Мы будем продвигать учебный план, который будет ориентироваться на родителей. Учебный план, который поможет нашим детям развиваться как можно лучше. План, учащий мыслить, позволяющий их мечтам осуществиться. Друзья, мы собираемся вернуть идеалы в наши школы. Это был месседж Глены Янкина. Вы родители. Школы существуют для ваших детей. И это ваши дети. Они не принадлежат школьному профсоюзу. И мы вас будем слушать. А Терри Маккалев был соперником Глены Янкина. У него было финансовое преимущество. Он уже был губернатором штата. И вот его месседж. И мы цитируем. Я не думаю, что родители должны указывать школам, чему учить. Оказалось, что большинство людей не согласны, и он был размазан. Его политическая карьера врезалась в стену, как и должна была. И так оказалось, что республиканцы, которые говорили о важных вещах семьи и защиты семей, выиграли. Как и проект 1776, Рон Де Сантис также поддерживал кандидатов в школьные округа на прошлой неделе. В этом году Де Сантис подписал закон, запрещающий сотрудникам школьного профсоюза говорить с детсадовцами о сексе, так как это жутковато и должно быть незаконно. Де Сантис также уволил прокурора, который отказывался подчиниться закону. Окружной прокурор этого судебного округа, Эндрю Уоррен, публично поставил себя выше закона. В июне 2021-го он подписал письмо, говорящее, что он не будет принуждать к любым запретам на операции по смене пола для малолетних. А недавно, после того, как решение ДОПСа было подтверждено Верховным судом США, он подписал письмо, гласящее, что он не будет поддерживать любые законы по защите права на жизнь в штате Флорида. И напоминаю, что у нас уже давно запрет на аборты на третьем триместре. Когда ставишь себя выше закона, ты нарушаешь свой долг, не исполняешь свои обязанности и показываешь неспособность в исполнении этих обязанностей. И сегодня мы немедленно приостанавливаем деятельность окружного прокурора Эндрю Уоррена. Так что исполняй закон. И это тоже победный месседж, и это не про коррумпированного прокурора в штате Флорида. Это про конец беззаконию, делающие жизнь американцев невозможной в собственных городах. Блэк Мастерс понял это, вот как он выиграл праймерис во Флориде. Ой, Аризоне. Мы никогда не амнистируем нелегалов. Точка. Если ваше первое взаимодействие с нашей страной — это нарушение иммиграционных законов, то вы не будете амнистированы, вы никогда не станете гражданином США. Это черта, которую мы никогда не пересечем. Мы должны прекратить стимулировать нелегальную иммиграцию. Если вы не депортируете людей, у вас нет охраняемых границ. Что ж, это не трудно. Зачем нужна страна, если ваше правительство игнорирует законы, принятые законодателями? Какая же это демократия? Нет, это хаос, беззаконие и в итоге автократия. И наши республиканцы не такие тупые, они могли бы понять, но они говорят ровно противоположное, как будто они хотят проиграть. Они призывают конфискации оружия. Конфискации оружия законопослушных граждан, которое сделает вас полностью зависимыми от полиции, которая недофинансирована. Насколько сильно давно проверяли время прибытия в вашем городе? В Новом Орлеане, согласно исследователю Джеффу Ашеру, время прибытия полиции более двух часов. Достаточно, чтобы быть убитым. В городе говорят об отмене Мардигра, так как недостаточно копов. В Сиэтле горсовец сообщил, цитата, «Время прибытия увеличилось почти в каждом округе при сравнении с данными последних четырех лет». Окей. В Остине, Техас, шеф полиции недавно признал, что время прибытия на серьезные вызовы, цитата, «серьезно увеличилось». Так что это огромная проблема, и она возлагает бремя самозащиты на самого человека. На семью. Вы должны защищать свою семью. На данный момент у вас нет выбора. Это всегда было правом. Теперь это обязанность. Республиканцы говорят об этом? Ну? Вот Джон Корнин, представляющий Техас, призывающий конфискации оружия, чтобы вы не смогли защитить себя, когда копы не приедут. Я не хочу, чтобы мы приняли Билль только для галочки. Я хочу быть уверенным, что мы вообще-то делаем что-то нужное. Что-то, что может станет законом. Что-то, что сможет спасать жизни. Я рад сообщить, что в результате тяжелой работы множества сенаторов в этой палате мы сделали серьезный прогресс. Так что скоро, очень скоро, недостаточно скоро для меня, но очень скоро мы увидим текст двухпартийного законопроекта, который поможет безопасности наших детей и общества. Это не спасет ни одного ребенка, и он знает об этом. Но вместо этого заберет оружие у законопослушных, пока оно остается в руках преступников, что сделает страну только опаснее. Это республиканский сенатор США, инкумбент, который, к сожалению, не участвует в нынешних выборах, но Господь спросит с него за это. Но суть в том, что республиканская партия в Вашингтоне, видимо, не поняла ничего. Посмотрите на выборы, уже прошедшие в этом году, и это самый явный намек людям, руководящим республиканской партией. Хватит говорить об Украине, хватит забирать оружие у людей, и начните говорить о важном. Экономика, образование, семья, безопасность, справедливость, следование закону — наша граница. Вот что важно. И если вы это не поймете, вы проиграете. Редактор субтитров А.Семкин